всем привет сегодня сюжет про то как выбирать межкомнатные двери ну знаете ли это такой важный элемент в интерьере без которого ну никак не обойтись и вот сегодня про это и будем говорить поехали и так почему собственно я решил записать этот видеоролик на тему как выбирать межкомнатные двери ко мне недавно обратилась моя подписчица с вопросом иван подскажи пожалуйста как мне выбрать двери вот вы знаете я вообще в принципе никогда не задумывался о том как же выбирать двери мне казалось это само собой понятно и чего уж проще чем выбрать двери в интерьер оказалось что нет это большой вопрос который заботит умы людей которые занимаются ремонтом и дизайном и поэтому сегодня я решил записать этот видеоролик где поделюсь с вами своими мыслями о том как же нужно это делать это мой способ как нужно выбирать двери в интерьер но прежде чем рассказать вам о моем способе выбора дверей в свои интерьеры давайте вспомним как это происходит у людей которые занимаются ремонтом собственной квартиры или дома ну первое возникает желание купить дверь и конечно же эта дверь должна быть покрасивее понаряднее но собственно как все предметы в интерьере ведь собственно я плачу за них деньги поэтому все должно быть нарядным второе мы начинаем искать эту дверь идем в магазин или в интернет-магазин перебираем кучу вариантов различных и наконец находим то что нам нравится после этого конечно же мы выясняем насколько качественно это дверь опрашиваем консультантов читаем отзывы и вот наконец мы понимаем что дверь действительно красивая качественная и узнаем цену и тут очень часто удивляемся неужели дверь может столько много стоит может друзья они даже еще и не столько могут стоить есть такие двери которые стоят просто ого-го как много но не суть в общем если цена вас устраивает то вы покупаете эту дверь и везете домой если цена не устраивает то соответственно вы начинаете искать там где подешевле либо искать аналоги и вот наконец вы нашли то что вам действительно подходит покупаете и везете домой для того чтобы установщики эту самую дверь установили и вы радовались своей покупкой тадам дверь готова я вас поздравляю у вас заплатка вот второй вариант вот третий вариант это все называется двери заплатки вроде бы старались как лучше а получилось как-то ну не очень почему так происходит потому что вы ну или тот кто выбирал дверь выбирал дверь по принципу нравится беру и он совершенно в этот момент не думал о том как дверь будет вписано в общую композицию интерьера и вот в этом главная суть друзья нужно дверь выбирать не как дверь не как отдельный элемент а как часть композиции и смотреть на дверь с точки зрения а подойдет ли этот элемент для моей композиции то есть для моего интерьера и вот опять мы подошли к вопросу композиция да куда не пойди чего не коснись мы всегда приходим к этому самому вопросу о композиции но без нее в интерьере никуда ну а теперь мой способ того как я выбираю двери для своих интерьеров я рассматриваю дверь как часть композиции что такое композиция и что в композиции главное а в главное в композиции это что-то главное то есть фокусная . что-то вспомогательное то что поддерживает эту фокусную точку и фон на котором все это великолепие находится и вот отсюда вопрос дверь которую вы собираетесь купить к себе в интерьер что это это главное это центр композиции или это второстепенно которое должно поддержать композицию или это фон который вообще не важен ну в это просто дверь и двери может быть на ней смотреть не стоит а композиция совершенно в другом месте точнее главный элемент этой композиции это может быть комод с красивым зеркалом картиной с какими-то вазами это может быть диванная группа ковер столик на ней так вот друзья нужно определиться что для вас является эта дверь чем она является то есть это главное или не главное так вот если дверь не главное то мы подходим к ней как к некому фону вот например пример того как дверь может выступать в роли фона она не привлекает к себе внимание это не значит что это плохая дверь что она какая-то некрасивая что она какая-то некачественная совершенно нет дверь фон а вот пример когда дверь является фокусной точкой мы хотим ее разглядывать это главный элемент в интерьере например эту дверь мы заказывали в узбекистане ее специально резали из ценных пород дерева мы ее везли и потом отдельно устанавливали но это одна единственная дверь в интерьере все остальные не заметны потому что являются фоном вот например как эти варианты друзья чтобы выбрать правильно дверь в интерьер и чтобы вас интерьер смотрелся гармонично вам нужно определить дверь это главное или не главное это первый вопрос на который вам нужно ответить а затем уже выбирайте дверь хотите сделать ее фоном пожалуйста вы уже знаете как делать ее фоном как ее выбирать бы бывает двери просто в цвет стены а бывают двери прямо под отделку стены они как бы сливаются со стеной и Например, вот эти двери Софья прекрасно решают эту задачу. Ну а если вы хотите сделать дверь центром композиции, так тоже можно. Пожалуйста, вот вам куча примеров, как можно это сделать. Но делайте это осознанно. И тогда ваши интерьеры будут красивыми и гармоничными. Пишите комментарии, дорогие друзья, что вы думаете по этому поводу, как вы выбирали двери, помогло ли вам мое видео. Ну а на этом все. Выбирайте двери с умом. Всем пока. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Да пребудет с вами Муза.